И лучше без Фрэнка Ломпарда. Пока что. В общем, Челси остается без главного тренера через несколько дней после того, как остался без Эдди Назара. Клуб сразу опустел, не физически, а в смысле идей. Для любого клуба одновременный уход главного тренера и главной звезды является потрясением. Подготовиться к этому невозможно. Даже обладая возможностями президента мадридского Реала, захотел, увел тренера у сборной Испании, не получится. Но некоторые особенности Челси позволяют видеть в ситуации не только риски, но и возможности. Существует два главных подхода к созданию футбольной команды. Они непримиримы, как лоялисты и оппозиционеры в России, каждый существует в своей замкнутой экосистеме. Либо команда строится под тренера, исходя из его концепции игры. Либо властью обладают игроки. В первом случае адаптироваться приходится футболистам, во втором случае это задача тренера. Независимо от того, какой из подходов нравится лично вам, или мне, они оба уже доказали свое право на жизнь. Оба подхода имеют очевидные и всем известные истории успеха. Хасеб Гвардиола перебирает уже второй десяток защитников за фиксированную цену в 50 миллионах, каждый, чтобы найти наконец подходящего, а тем временем выигрывает Аппл второй раз подряд. В то же время, наблюдая три победы подряд Реала в Лиге чемпионов под руководством Зенедина Зидана мы так и не поняли, а что он, собственно говоря, за тренер. Никаких стилистических предпочтений обнаружить не удалось. Все его решения были продиктованы одной целью, как можно лучше приспособиться под игроков, пусть и не всех. Оба подхода работают. Если взглянуть на историю успехов и неудачи эпоху Романа Абрамовича, бросается в глаза одна закономерность. Каждый цикл начинается с создания тренерской команды, а заканчивается командой-династией. Летом 2004 года, когда Абрамович устроил первую революцию, команда явно задумывалась как тренерская. Трансферы были подобраны с учетом стилистики Жозе Мауринью, прессинг, акцент на переходной фазе использования и пространства. Паулу Ферейро и Рикарду Карвалю вообще пришли и спорту вместе с ним. Сезон 2004-05 выиграла, установив попутно пару рекордов, 16 пропущенным голов в чемпионате. В голове не укладывается, не команда звезд, а команда тренера звезды. Да Мауринью не был звездой ни Фрэнк Лэмпард, который в первом сезоне с португальцем выдал 30 голов и ассистов в чемпионате, ни Диди Дрогба, ни Джон Терри, ни Петр Чех. Все изменилось с увольнением Жозе в сентябре 2007. Теперь команда состояла из уже опытных и многое выигравших футболистов, а тренером был назначен максимально неавторитетный Авром Гранд. Действуя по принципу «не навреди», он ничего не менял, и сильнейший состав Челси добрался до трех финалов и второго места в чемпионате. А через четыре года Челси, фактически вообще без тренера, прошу прощения у поклонников таланта Роберто Ди Матти, выиграл Лигу чемпионов и куча народа. Официально перешла в разряд легенд. Власть в раздевалке принадлежала игрокам, и большинство из них – Эшли Каул, Аби Миккел, Соломон Калу, Майкл Эсиен, кроме тех, кого я упомянул выше, пришли еще при Моуинью. Выиграв Лигу чемпионов, та команда наконец закончилась и ушла на покой. Вообще-то, получилось довольно неплохо. Но теперь остались разве что Педро и Виллиан – не совсем те игроки, которые претендуют на статус легенд или вершителей судеб тренеров. Сейчас, летом 2019 года, Челси меньше всего похож на команду, в которой власть отдана игрокам. Нет, только не та команда, в которой единственный нападающий – Оливье Жерум. Форвард, который достаточно профессионален, чтобы молча пережить глубокий запас в чемпионате, пока он бьет рекорды результативности в Лиге Европы, точно не станет бунтовать. Явный кадровый голод, игроков группы Атаки не хватает даже количественно, полузащитников тоже, наводит на очевидную мысль. Сейчас – лучший момент, чтобы начать новый цикл под под нового тренера-концептуалиста. Сейчас у Челси дико несбалансированный состав, в стиле двух центральных полузащитников – Жоржиня и Канти, противоречить друг другу, явно не хватает креативных игроков и центрфорварда. При этом в раздевалке нет суперзвезд и нет легенд. Продать можно кого угодно, кроме разве что кепы – эпическая покупка, конечно, и Канти. Но Канти оказался достаточно адаптивен, чтобы играть бокс-ту-боксе, или медзалу, по итальянской терминологии – усари. Значит, он достаточно адаптивен для чего угодно. Другими словами, в Челси идеальное поле для экспериментов. Именно сейчас напрашивается приглашение какого-то вроде Эрика Тенхага с парой игроков из Аякса для адаптации. Или, если вам нравится другой стиль игры, напрашивается приглашение кого-то вроде Марку Силвы с парой игроков из Эвертона для адаптации. Если уж не удастся договориться с Диего Симеони с парой игроков. Лемпарда можно позвать и попозже, когда новая команда сложится, что-то выиграет и превратится в династию, а потом взбунтуется против создавшего ее тренера. Зная о Челси, это неизбежный эволюционный процесс. Тогда-то и пригодится легенда клуба, по совместительству миротворец и, по счастливому совпадению, тренер, лишенный новаторских идей в тактике. Он подстроится под звезд той будущей команды, которой пока нет, и использует свой авторитет, чтобы удержать контроль над раздевалкой. А звать его сейчас, это, прошу прощения, пустая трата Лемпарда. Назначить легенду просто в расчете, что тот что-то придумает. Собрать команду для тренера без явных идей и с минимальным опытом. Ну, это как-то слишком не в стиле Челси. Стили циничным, но прагматичным. В стиле этого клуба позвать топ-тренера, дать ему дорогих игроков и потребовать результат здесь и сейчас. Не просто же так Челси подал апелляцию на трансферный бан в час как раз к началу лета. В самое время, как выражается Мауринью, купить титул. А если не титул, то как минимум пару игроков, которые способны принести его в будущем, ну и тренера, от которого хотя бы в теории можно потребовать результат здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok